Итак, Данил Гранин, молоко на траве. Нас осталось пятеро. Алимов, мы его звали Алим, еще хромал раненый в ногу. Мы по очереди помогали ему идти. Оно было бы ничего, если бы Ермаков не проваливался. А путь наш лежал через болото, и мы часто останавливались и тащили Ермакова. Отобрали у него махорк, чтобы не промокло, курили, заглушая аппетит. Это парадокс. Ничего не жрет, а такая туша, злился Мерзон. Чего ты не худеешь? Бросьте вы меня. Привет, привет, привет. Бросьте вы меня, Нил Ермаков. Не могу я больше. Надо было сказать это раньше, тогда бы тебя не тащили. Лежать долго было нельзя, кружилась голова от дурманного запаха болотных трав. Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовки. Хорошо, что ночи стояли светлые. Мы шли и ночью. На четвертую ночь выбрались в сухой березняк, увидели огни и услышали голоса. Голоса были женские. Мы подошли ближе. Сперва нам показалось, что это табор. Стояли телеги, плакали ребятишки, говорили по-русски. Это были погорельцы, бабы и старики. Когда мы вышли на свет костра, женщины испугались. Мы стали совсем страшные на этих болотах. Волосы в тине, гимнастерки, штаны бурые от ржавой воды, морды заросшие. Только винтовки мы держали в порядке. Мы обматывали их тряпками, поднимали над головой, когда лезли в трясину. Понастроили шалашей, загон сделали для свиней. Поставили навесы, там висела одежонка. На скучноватых палках сапоги жили наперед, не заглядывая. На столбики под козырьком две иконы. Костры разводили в ямах. Рассказывали про свое житие. Как запасали картошку, собирали морковь, молодую свеклу. Все собаки из деревни пришли с ними. Умницы лаять перестали, рычат. А голоса не подают. Привет, Саша. Я сидел между двух женщин. Одна кругленькая, большеротая, хохотливая. Друга посерьезней. Обе черноволосые. Сидели на краю ямы. Костер отгорел. Поднималось тепло, дымок, домашний запах печеного хлеба. На железном листе пекли лепешки. Нас быстро сморило. Уложили меня в шалаше на сеннике набитом соломой с подушкой. Над головой тикали ходики. Не весь как спасенная. Под этот довоенный звук я заснул блаженным уютным сном. Разбудило меня чье-то прикосновение. Шепотом, горячо, дыша над ухом, мне говорилось, что-то хорошее прижималось. Гладило под рубахой. Почти наверняка я принял это за сон. Одно из прежних юношеских видений. Я не собирался выходить из этого сладкого полусна, но она добилась своего. Горячее ее тело забилось. Руки силой повернули к себе, так что не вырваться. Да я и не пытался. Мне нравилось, как она хозяйничала надо мной. Шепот накомандовала, неслышно вскрикивала, неслышно смеялась. Я все еще играл с собой в сон, но тело брало свое. Господи, какое счастье, твердила она. Мы с тобой каждую ночь. Я позволял ей хозяйничать. Она мечтала, чтобы я остался. Не просила, мечтала. Ты молоденький, зачем тебе гибнуть за эту проклятую власть? Я плохо слушал. Оказывается, она говорила, как ее брата раскулачили, выслали. Их тоже грозились, объявили под кулачниками. Хорошо, война помешала. Мужа мобилизовали, и уже пришла похоронка. Слова ее насчет власти поразили меня. Такая у них была убежденность. У нее был свой счет, у меня тоже должен бы быть. Но такого не было. Засыпая, я видел, как я колю дрова. Не существует ни старшины, ни полка. Может, и Ленинграда нет. Русские ополчения их ведь собирали из крепостных. А я, вольно определяющийся, так их называли. Я по своей воле пошел. Какое счастливое слово. Воля. Она гладила меня. Руки у нее были шершавые, грубые. Зато тело нежное, крепкое. И пахло оно, как этот шалаш. Хвоя. Березовый лист. Наутро долго собирались. Накормили лепешкой. Напоили малиновым чаем. Кормил дед. Рассказывал, что коров от обстрела увели в лес. Куда они теперь подевались? Шуток знает. Если бы деревня уцелела. Если бы они сами вернулись. Пастушенок, видно, сбежал. Надо печки складывать. Ночи холодные пойдут. В шалашах не перезимовать. Придется землянки рыть, как на фронте. В деревню не вернуться. Там пепелище. Да и стоит она у шоссе. От немца не укрыться. Я спросил его, на сколько он рассчитывает. Сколько война продлится. Долго, считал он. Сколько земель надо вернуть. Но отдавали-то. Быстро. Был август 41-го года. Я ни разу еще не подумал о том, сколько может продлиться война. Даже в голову не приходило. И никто у нас тогда не задумывался. Мы никогда не говорили об этом. А эти бабы думали. Они знали, что придется зимовать. И надо сложить печи и приготовиться к зиме. Я слушал их впервые. Задумался. Что же будет с нами со всеми зимой? А вы куда идете? Может в Питере немцы? Сказал старуха. Не знаю, ответил я. Может быть. Только все равно нам надо идти. А то остались бы. Помогли бы нам печь сладить. Нет, отказался я. Нам надо идти. Винтовка где моя? Я запрятала, сказала дочь. Надо женщинам помочь, сказал Мерзон. И т.п. Сил понадобится, сказал Трубников. Что у нас, увольнительный кончается, что ли? А где Ермаков, спросил я. Ермаков любился и чинит ей самовар, сказал Трубников. Может им дров наколоть, сказал Мерзон. Я подозрительно взглянул на него, будто он подсмотрел мой сон. Появился дед. Они с Алимовым ходили искать коров и не нашли. Может немец угнал? Или порезал? Без коров плохо. День был туманный, тихий. Где-то скребли сковороду, звякало посуду, рукомойтник. Тут было семей с десяток. То, что осталось от колхоза. Висело белье. Мать качала подвешенные вместо люльки корыц с ребенком. Ермаков мы нашли под телегой. Он лежал, положив голову на живот красивой бабе в тельняшке. Рядом дымил самовар, на траве лежали чашки, пахло самогоном. Вот Таисий наш ИТР появился, сказал он, что означает инженерно-технический работник. А мы с тобой тут разлагаемся. Но выхода нет. Он хотел встать и не мог. Выпили ничего, сказал Таисий. Видать, ослаб. Илья позвал Ермаков. Из-за кустов вышел парень с перевязанной рукой. Поздоровался. Раненый? Было дело. Дезертир? Вроде тебя, огрызнулся он. Мне в госпиталь надо. И топал бы, вмешал Струбников. Там тебе либо отрубят, либо вылечат и вернут в ряды защитников. Тут, конечно, лафа. Обслуживай геройский тыл. Илья рассмеялся. Он не хотел ссориться. Он хотел, чтобы и мы тоже остались. Он уже побывал в окружении. Потом его крепко помытарили особисто. И тут под островом их опять часто разбили. Чисто разбили. Вот он и плутает еще. Партизан. Вмешался дед. Сказал, что ежели нам идти, то сейчас пока туман не согнала. Ермаков простонал. Эх, дед. Что ж ты с нами делаешь? Встал, держась за телегу. Побрел куда-то. Похудел наш Ермак. Так, сказал Мерзон. За одну ночь похудел. Вот что может страсть. Ермаков вернулся, неся винтовки, завернутые в рогожу. В железном чайнике у Таисии был самогон. Все отпевали по глотку. Только Илья приложился надолго. Вытер рот, заговорил хмелей на глазах. Пролетариат. Бросайте колхозников на произвол. Это как? Мы разобрали винтовки. Я бы лично остался, сказал Трубников. Да и я бы остался. Какую-то недельку. Подкормиться, избавиться от вшей. Ноги болят. И Мерзон бы остался. Илья протянул Трубникову чайник. Раз остаешься, можно. Нам сейчас много не надо, сказал Трубников. Адреса у тебя есть, Таисия. Вот что худо, сказал Ермаков. И у меня нет. Какая еще будет полевая? Адреса у тебя нет, да. Какая еще будет полевая почта? Потеряемся мы с тобой. Вот что плохо. Он снял пилотку. Поклонился. Простите нас, дорогие товарищи, женщины и дети. А ты, Трубников, и не думай оставаться. Я подошел к тем двум брюнеткам. Они были похожи вроде как сестры. Не поймешь, какая из них приходила ко мне ночью. Жалко тебя, сказала та, что постарше. Надо отечество защищать, сказал я комсомольским тоном, какой у меня был тогда. Я до сих пор слышу тон, с каким я повторял все принятые тогда в разумление. Отечество. Интересно, что мы имели с этого отечества? Вдруг скипела одна. Голодный трудень, раскулачивание, похоронки. Нам хуже не будет. Злость ее нарастала. Нахрена мне такое отечество? Наверняка я что-то возражал. Не мог я тогда примириться с таким самомнением. Но при этом обе они были симпатичны. К тому же они дали мне лепешку, завернутую в тряпицу. Лепешка была еще теплая. Прощаясь, мы тоже поклонились женщинам. Смотрели на нас. Женщины смотрели на нас сухими глазами. Хмуро. Таисия протянул Саше Ермакова и его сапоги. Они блестели, смазанные жиром. Ермаков помотал головой. Не возьму. Он притопнул босой ногой. Я привыкший. Обуйся, сказал я. Нам еще топать и топать. Он упрямо помотал головой. Обуй, повторил я. Дитя природы. Ермаков обнял меня за плечи. Ладно, тогда я им шинель оставлю. Им зимовать. А нам воевать. Мы еще не знали ни про блокаду, ни про страшные морозы первой военной зимы. Прощаясь, они перекрестили нас. Не дойдя до шоссе, мы пересекли их по горелую деревню. От нее остались русские печи. Они выселись в широкие, могучие памятники среди черной выжженной земли. Сохранилась околица, кусок изгороди с воротами, закрытыми на веревочное кольцо. По шоссе ехали машины с немцами, солдаты распевали песни. Мы лежали в кустах. Туман еще не сошел, и машины ехали медленно, включив фары. Мы видели их издалей, и, выждав перерыв, проскочили шоссе. За прудами спаслись коровы. Они увидели нас и пошли навстречу. С десяток коров и молодой бурый бычок подошли, мыча, толкаясь. «Недойный», – сказал Ермаков. «Молоко горит. Страшное дело». Он потрогал сохшиеся соски, сходил за водой из котелка ловка, стал обмывать вымя беломорда пеструхи. Коров вздрогнул, замычал, но стоял покорно. Вскоре мы наладились к дойке. Ермаков что-то приговаривая поглаживал, готовил коров к дойке. «Тихонько оттягивая обеими руками», – учил он. «И по очереди. Сперва доили в котелки, выпивали. Потом куда?» Ермаков скомандовал. «На землю». Мы стали доить прямо на землю. «Молоко лилось нам на сапоги, на траву. Зеленая щетина торчала из белых парных луж. «Наверное, это их коровы», – Ермаков предложил отвезти им скотину. Мерзон вызвался смотаться в деревню, привезти сюда ребятишек. «Будет быстрее и надежнее». «Опять переплавляться через шоссе туда и назад. Да еще дорога – это волынка почти до вечера. А в темноте мы через здешние болота идти не можем». Мы обсудили и отказались. «Жаль, скотинка пропадет. И детишки», – сказал Ермаков. Он выбрал себе удобную роль жилейщика. «Знаешь что? Раз ты такой страдалец, командуй». Он руками замахал. Он, видите ли, не способен командовать. Его талант – подчиняться. Исполнять. Он – солдат Швейк. Будет сделано, рад стараться. Никто из них не рвался в начальство. «Разговор с теми двумя бабами не давал мне покоя. Надо было дать им отпора. Какой? И опровергнуть. Честно говоря, я не мог этого отпора найти, чтобы сразить. Поодаль пропил петух. Эта деревня была цела. Стояли серые избы, крытые, где дранкой, где соломой. Плетни, песчаная, немощеная улица. Все покосилось, обветшало. Наверное, все так же выглядело и сто и двести лет назад. И при Радищеве. Как он писал? «Я оглянулся крест, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Кажется так, боже мой, я словно заново увидел бедность нашей жизни. Замшелый сруб колодца, склокоченный сток сена. Ничего не добились ни революции, ни колхозы, ни раскулачивания. Те две бабы лучше меня понимали несправедливость нашей жизни. Поле ржи, тощие, в проплешинах. Синие пятна васильков. Показался горелый лес. Голые, обугленные стволы. Не поймешь, что здесь было. Береза, сосны, может, ельник. Все черно. Зола шелестит под ногами. Витает невесомая копоть, липнет к потному лицу. Подлеск весь выгорел. Лес опустел. Засквозил ни клочка зелени. Все черным мрачно. Верхушки деревьев были снесены снарядами. Лес был убит. Данил Гранин. Молоко на траве. Еще раз напомню. Отрывок из романа «Мой лейтенант». Такой сегодня коротенький рассказ. В следующий раз читаем Александра Кабакова. «Мю и Мерелис». «Молоко на траве». На всякий случай тоже напомните вам, кто остался. Тут, правда, задом наперед. Большая книга победителей. Собраны авторы, которые победили в этом конкурсе. Не самые последние. Даже наоборот, одни из самых... Лена, спасибо, что послушал. В следующий раз пораньше заходи. Сначала, чтобы слушать. Все. Спасибо вам, дорогие, за то, что послушали. До новых встреч.